Здравствуйте! Вашему вниманию программа «Ресурсы». С вами я, Динара Бакижанова. Обзор экономических новостей в ближайшие 5 минут. Кастрансоил с 1 апреля этого года повышает тариф по перекачке нефти на экспорт. Об этом сообщила пресс-служба компании. Тариф на экспорт составит 5 817,2 тенге на 1000 тонн на километров без НДС. Ранее действовавший тариф на эту регулируемую услугу составлял 4850,6 тенге на 1000 тонн на километров без НДС. При этом тариф на перекачку нефти на внутренний рынок остался без изменений – 2931,8 тенге на 1000 тонн на километров без НДС. В прошлом году издержки крупных нефтяных компаний Chevron, Exxon и Shell превысили 120 миллиардов долларов, а за последние 5 лет – 500 миллиардов долларов. Однако это не помогло им увеличить объемы добычи нефти и газа, сообщает The Wall Street Journal. Ожидается, что на этой неделе все три компании объявят о снижении прибыли в 2013 году, несмотря на то, что цены на нефть были высокими. Тем не менее, пока для Chevron, Exxon и Shell не все так плохо. По оценкам аналитиков, их совокупная прибыль в 2013 году может достигнуть 70 миллиардов долларов. В Великобритании инфляция выросла в феврале на 1,7%. В перерасчете на годовые темпы с октября 2009 года подтверждают данные Национального статистического управления страны. Месяцем ранее потребительские цены повысились на 1,9% и были зафиксированы более чем за 4 года ниже уровня в 2% установленного Банком Англии. Динамика показателя в феврале оправдала ожидания экспертов, опрошенных Bloomberg. Инфляция в Великобритании увеличилась в минувшем месяце на 0,5% против снижения на 0,6% в январе. Уменьшение инфляционного давления, очевидно, позволит главе Банка Англии Марку Карни держать ставки на рекордно низком уровне дольше, чем это предполагалось. Индекс RPI повысился в феврале на 0,6% в месячном исчислении и на 2,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года. Данный индикатор служит ориентиром для британских владельцев компании при фиксации заработной платы. Объем заказов на товары длительного пользования, это более трех лет, в США в феврале выросли на 2,2% по сравнению с январем. Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли США. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,8%. И напоследок новости Форекс. В среду 26 марта пара евро-доллар завершила торги снижением на 0,3%, пробив вниз важный ценовой уровень 1,3800. Пара закрепилась невдалеке на отметке 1,3782. Причиной снижения стали недавние заявления главы ЕЦБ Марио Драги, которые усилили ожидания скорого смягчения монетарной политики европейского регулятора. Золото вчера потеряло в стоимости 0,5%, протестировав уровень 1300 долларов за унцию. Котировки Драгметалла закрепились чуть выше в районе 1304 долларов за унцию. Нефть Брент, несмотря на волну оптимизма, связанной с мягкой риторикой председателя Европейского Центрального Банка, вчера так и не смогла подрасти в цене. Торговый день был завершен практически без изменений, на уровне чуть ниже отметки 107 долларов за баррель. По прогнозам на 27 марта пара евро-доллары может продолжить снижение и достичь отметки 1,3700. Подстегнуть к этому может окончательная оценка роста ВВП США за четвертый квартал, который, как ожидается, будет скорректированно в сторону увеличения с 2,3% до 2,7%. Золото сегодня, скорее всего, продолжит терять в цене. Стоимость Драгметалла сегодня может опуститься ниже 1300 долларов за унцию. Нестяные котировки после взятой накануне паузы смогут возобновить движение наверх. Помочь в этом должна американская статистика по ВВП. Целью для Brent сегодня выступает уровень 107,5 долларов за баррель. И на этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok